...пругой. Почему же тогда полицию вызвали соседи? Ответ в сюжете Марии Андреевой. Вызов в дежурную часть поступил рано утром. В этой квартире жил мужчина средних лет и его подруга. Если верить рассказам соседей, жили они неспокойно. То и дело ругались, злоупотребляли алкоголем. Так они всю ночь, эту вот прошлую ночь, всю ночь пили. До того, как вы думали? Да. Громко было? Да. Ну, слышно-то. А что вы слышали? Какие-то ссоры или что-то такое? Нет, ссоров так не было, но хождение, бутылки, падали. А спустя пару часов сюда приехала полиция и скорая. Мужчина был уже мертв. Кажется, это была очередная пьяная драка. И все-таки тело погибшего выглядело подозрительным. Приехав на возможное место происшествия, при предварительном осмотре, действительно, оперативная группа констатировала, что данный трюк мужчины имел визуально интересные повреждения. По неофициальной информации, комната, где лежал погибший, была вся в крови. На лице мужчины было несколько синяков. Возможно, его ударили по голове. Устанавливается сама причина и назначена судмена экспедиции, за результаты которой покажут в дальнейшем следствии, от чего именно наступила смерть. Супруга погибшего в момент, когда нагрянули полицейские, была в квартире. Но объяснить, что случилось, она не смогла. Сегодня двери квартиры были заперты, но ключ почему-то торчал в замке. Не исключено, что женщина собрала свои вещи и ушла. Расследование продолжается. Мария Андреева, Янис Фрейбергс, Криминал Плюс. На днях в Ишкелы пока не установленные подонки обокрали дом 86-летней старушки. Воспользовавшись тем, что женщины не было дома, преступник или преступники вынесли сбережения всей ее жизни, рассказывает Мария Андреева. Мария с мужем живут в этом доме больше 60 лет. На своем веку женщина повидала много. Пережила войну, эвакуацию, нищету, воспитала детей и внуков. И тут такое несчастье. В тот день бабушка ходила на местный рынок. Мария хотела продать яблочки из собственного сада. Какая-никакая лишняя копеечка в дом. Ее не было на месте весь день. Яблоки никто покупать не хотел. И вот старушка вернулась домой и поначалу ничего странного не заметила. Все вроде на месте, а в душе что-то вот, что-то, что-то. А все на месте. Там и тряпки эти были, и сумочка эта, и документы, и деньги там. И забрали сумочку, да? Забрали эту сумку. Ну, вот, женская сумочка такая, с двумя ручками. И там и кошельки эти, с деньгами. И, как получаю, пеньки, бумажки нам дают. Эти бумажки складала. Все, какая-нибудь бумажка, что туда, в эту сумочку. И вот один раз дед попросил мне, говорит, разменяй мне 20. Мария вошла в комнату за деньгами. Спохватилась, а сумочки и нет на месте. В ней несколько тысяч латов. Сбережение всей жизни. А вот куда? На смерть. А почему в сумочке такие деньги? Ну, а что, вот, наверное, уже к тому же, вот, дети. Вот, все в жизни бывает. Все. Никогда не кралось, и никто ко мне не ходит. Бабушка и сама признается, что попасть в ее дом было просто. Калитка открыта. Двери открыть тоже не проблема. Закрытый вот и сейчас, закрытый. Стопнишь отсюда и закроется. А сейчас... А и ключ внутри? И ключ тут был. А дед-то дома у меня. А дед, наверное, вот как заснул, еще и не просыпался. Мария пригласила нас в дом. Теперь бояться нечего, денег все равно нет. Он свою пенсию откладает, и я свою. Ну, вот и собрал вот опять. Ну, это с каких уже пор? За 60 лет это улучшил. Сколько уже менялись деньги. Ну, дети, внуки помогают вам? А? Дети, внуки помогают вам? Да, дети, дети. Ну, это такой дочка постоянно работает. Вот с нами лежит, но постоянно, а там безработные меня. А вот и комната, где лежала сумочка. Вот сумочка я была. Вот за этим столом. Прям вот это тоже бы стояло тут. Остальные вещи были не тронуты. То, что денег, скорее всего, уже не вернусь, бабушка понимает. Жалко документов. Без них она остается вообще без копейки. А за сумочку я хватила пенсию с 20-го, получается. Я с 21-го хватила, сумки нету. Ну, и что, и там паспорт. Ну, поохло лучше, поохло. Ну, и с чем идти? Хоть бы уже деньги, думаю, хоть бы уже паспорт-то выкинули. Ну, теперь за паспортом ходить. Кто мог совершить эту кражу, пока не ясно. Но человек явно знал, зачем он идет в этот дом. Да и сумка, хоть и лежала на виду, все-таки, если не знать, можно и не заметить. В другие комнаты вор даже не заглядывал. А у внука там на тумбышке были деньги. И не взяли. И нельзя, нельзя-то, ни папа, ничего у внука нельзя-то. А дверь, да я пришла, дверь закрыта была. Может, украл кто-то из своих. В это, конечно, не хочется верить. Мария уверена, близкие не могли так поступить с ней. Проще смириться с потерей денег, чем с предательством родных. Мария Андреева, Янис Фрейбергс, Криминал+. С приближением зимы государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей прочистить дымоходы и проверить рабочее состояние печей. Потому что первые вызовы из загоревшей в трубах сажи уже поступили. Будьте бдительны. Теперь коротко о событиях за минувшие сутки. Всего было зафиксировано 691 право нарушения. Из них 12 краш из квартир и 19 из авто. Был зафиксирован один грабеж и ни одного автоугона. Вчера два человека получили травмы из-за сильного ветра. В курсе мы на голову 66-летней женщине упал кусок шифера с крыши. Женщина получила травму головы, руки и ноги. В свою очередь в Риге. 19-летнему юноше на голову упала черепица. Он получил ушиб головы и сотрясение мозга. В Плявине из грузовой автомашины похитили рекордную партию сыра, сообщает портал Делфи. В 7 утра водитель автомашины Скания констатировал, что за ночь его обворовали. Из грузовика неизвестные злоумышленники украли 61 ящик с сыром Монте-Рига. Общий вес похищенного груза составил 122 килограмма. По факту случившегося начат уголовный процесс. В Тукумси из парикмахерской преступники унесли 34 упаковки краски для волос, профессиональные ножницы, а также машинку для бритья. В помещение они проникли ночью через открытое окно. Похищенное добро уже удалось найти. Начат уголовный процесс. На 14-м километре дороги Рига-Венспелс 30-летний водитель Хонды врезался в дерево. Пострадавший был госпитализирован. Его 60-летняя пассажирка находится в реанимации. Обстоятельства аварии выясняются. В полвторого ночи в Елгове на улице Стадо Иона 35-летний водитель Ауди не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор дома. В его крови было констатировано 2,63 промилле. В ту же ночь в Елгове на улице Рубнец и в основном нетрезвой езде попался 28-летний мужчина, управлявший Опель Вектором. Аукметр показал 1,49 промилле. Всего на дорогах страны за минувшие сутки было совершено 58 ДТП, в которых пострадало 5 человек. За превышение скорости было составлено 126 протоколов. За вождение в нетрезвом виде было оштрафовано 24 человека. Полиция Мадонны разыскивает без вести пропавшего 43-летнего Алдеса Кучинскиса, которого в последний раз видели 25 июля, когда он выходил из своего дома в волости Цесвальность. Его приметы – рост 181 сантиметр, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в черную майку с надписями «синие джинсы» и «коричневые туфли». Информацию разыскиваемым полиция просит сообщать по указанным на экране телефоном. Массовая драка на...